Перед просмотром хочу порекомендовать наши сервера GreatRay. Это не просто какой-то проект от ютубера, это комплекс серверов с идеально подобранными модами без лагов для комфортной игры. Крафти на налугу, улучшай квант, строй безумные механизмы на хайтэч, покоряй космос с галакси тэч и просто наслаждайся игрой на ламповых серверах с небольшим онлайном. Это сервера, где я снимаю сериалы и играют мои подписчики. Скачивай лаунчер и присоединяйся по ссылке в описании. Вы должны придумать способ, чтобы связаться с четвертой группой. Прошло уже слишком много времени. Мы до сих пор ничего о них не знаем. Мы пытаемся, честно, просто... Просто? Что просто? Боюсь, что четвертой группы уже нет в живых. Они ведь могли восстановить связь. Что? Ты предлагаешь сказать всем, что они мертвы? Ты в своем уме? Никто из нашего штаба так и не смог придумать альтернативный способ связи с ними. А как же робот на их первой планете? Мы проверили, но уже несколько лет отключен. Так включите его! Извините, я бы вам хотела показать... Ева, уйди, не сейчас! Кто это? Так, не обращайте внимания. Эм, а она... Я знаю, как связаться с четвертой группой. Кто ты такая? Меня зовут Ева. Я инженер по космической связи. Так вот, я знаю, как включить робота на планете Ричардса Бенсона. Я провела расчеты, у нас есть спутник на околоземной орбите. Через него мы сможем запустить робота, но на очень короткий срок. Если нам повезет, то мы сможем получить снимки четвертой группы. Так, хорошо. Пробуйте, работайте над этим. С этого момента вы руководите центром связи. Она? Да она ничего не понимает в этом. Она единственная, кто хоть что-то придумал. А теперь заработала. Давай, давай, давай! Фред, так что ты там видел? Я видел силуэт. Какое-то странное существо. Может, тебе показалось? Я успел провести исследование. Здесь не может быть разумной жизни. Возможно, мне показалось, но я не успел его разглядеть. В любом случае, на этой планете опасно. Ты ведь слышал о тех звуках? Что это могло быть? Вряд ли что-то хорошее для нас. То-то и оно. Ты готова? Пора идти с батареей. Может, посидим еще немного? Там уже стемнело. Да и ночь здесь куда длиннее, нежели на Земле. Пойдем, пора. Я даже не могу посмотреть, какая погода нас ждет. Не волнуйся, конфетка. Я смогу тебя защитить. Пошли. Фред, постой. Ну что такое? У тебя есть с собой оружие? Ты считаешь, что оно поможет нам? Фред? Да есть, есть. Пошли. Рио рассказал мне, что твой муж умер на одной из этих планет. Я не хочу об этом говорить. Ну, хорошо, конфетка, как хочешь. Я даже не знаю, долетел ли он сюда. Возможно, их корабль разбился в космосе. Мне ничего не говорили. Да ладно. Это ужасно. Сочувствую. Я смирилась со всем этим. Он погиб, пытаясь спасти человечество. Ты хочешь завершить его дело? Возможно. Я хочу понять, что с ним случилось тогда. Может, его убило существо, о котором ты говорил? Мне почудилось. Я не думаю, что я видел там что-то. А эти звуки? Это могла быть какая-то электромагнитная активность? Сейчас ведь этих звуков нет. Постой. Ты что-то слышал? Тишина. Даже ветра нет. Фред, не пугай меня. Когда мне почудилось то существо, у меня мурашки по всему телу бежали. Прямо как сейчас. Хватит, Фред. Пошли. Мартин, что вы делаете? Фред и Элизабет уже долго не выходят на связь. С ними что-то случилось. Вы хотите отправиться за ними? Да, у нас есть еще один корабль. А ты останешься здесь за главного. Понял? Вам нельзя покидать корабль. Ты понимаешь, что они могут быть в опасности? Это неразумно. Вы принимаете решение на эмоциях. Так, иди сюда. Я слышал эту запись вместе с вами. Посмотри сюда. Эту запись уже несколько лет отправляет робот. Тот самый, помнишь, которого ты искал? Но робот там с третьей миссии. А космонавт этот с первой. Что вы хотите сказать? То, что тот космонавт был жив до прилета третьей миссии. Это невозможно. Полностью согласен с тобой. Мы чего-то не знаем об этой планете. Но это не повод лететь за Фредом и Элизабет. Уверен, с ними все в порядке. Да, роботы не ошибаются в вычислительных расчетах. Но они могут ошибаться в предсказаниях. Я говорю это, чтобы успокоить вас. Давайте подождем еще немного. Они должны связаться с нами. Ах, ну хорошо, Рио, хорошо. Только как бы это не стоило им жизни. Как думаешь, Мартин уже связался с Землей? На Земле были бы рады знать, что с нами все в порядке. НАСА поторопились с нашей миссией. Нужно было подготовить корабль получше. А теперь у нас вон столько проблем. Люди на Земле заболевают. Нам больше нет. Что это за камни? Камни. Я могу взять пробы этих камней, если ты мне поможешь. Откуда они тут взялись? Это природа, Фред. Нет, нет, не может быть. Пошли отсюда, мне не по себе. Фред, это ведь природная особенность планеты. Лиза, я сказал, пойдем. Ты чего кричишь? Ты что с тобой? Псих! Смотри, это тот самый робот? Судя по карте, да. Смотри, он работает. Может, он даже записывает нас? Нас увидят на Земле? Было бы неплохо. Снимай батарею. Подожди, иди сюда. Что? Зачем? Сейчас он сделает фотографию. Ты серьезно? Ну, давай, давай, скорее. Сколько ему нужно времени, чтобы отправить эту фотографию на Землю? Он уже отправил сигнал. Совсем скоро люди узнают, что мы живы. У нас получилось. Они живы. Нужно всем сообщить. Джек, ты слышал? Смотри, люди из четвертой группы живы. Постойте, тихо, прошу. Нельзя скрывать такое событие. Посмотрите сюда, в левый угол. Вон там. Пока что лучше никому не знать об этой фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok